Всем привет! Это новый блог на канале. Начинается он с того, что я забираю свою машину. Ну как? Общую. У меня муж просто уехал в 5 утра, и я такая, я не хочу вставать, собирать ребёнка, тащиться с тобой. Так что давай, ты поедешь, а мы потом на такси заберём, короче. И вот я приехала сейчас на такси за своей машиной. И, короче, хотела поделиться тем, что вот когда мы в России жили, в России есть такси, и в такси есть такая фигня, как детский тариф. Ну, когда ты можешь заказать, и машина уже с детским креслом приезжает. Здесь, к сожалению, такого нет. Но, слава богу, таксист согласился нас без кресла вести. Что это тяжеленное кресло, вот это большое, оно прям тяжёлое, очень неудобно, короче. его таскать с собой. Хотя я хотела попросить Артёма, чтобы он оставил кресло, но, к сожалению, нет. мы пришли с Давидом, мы хотели с ним съездить в Баттерфляй Кавильон. Это такое место, где бабочки. Но они закрыты до 3 февраля, с сегодняшнего дня до 3 февраля. Пойдём вон там лестница. Вот. И поэтому мы, ну, экстренно нашли другое место, где можно играть. Приехали. Он такой маленький. Да. Да. Давай, давай, залази. Мама. Ну, давай. Смотри, как надо. Как краб делают. Я ксом, я ксом. Делаем, делаем. Ты хотел с горки кататься? Мама. Да. Давай, залази. Мама. Мама. Короче, обычно мы с Давидом всегда закупаемся по ВИК-программе, которую мы имеем в Кингсуперсе, потому что там на ценниках нарисовано по ВИК-программе, что идёт, вот, и как бы это удобнее, ты уже знаешь, что ты там покупаешь и так далее, но сейчас мы решили сходить с ним в Таргет, это такой типовый Walmart, но он чуть-чуть подороже, он чуть-чуть так получше, возможно, там даже есть побольше выбора всяких там, ну, того, что, например, в Кингсупере нету, что-то новенькое можно купить, вот, просто мне нужно кое-что здесь посмотреть, того, что в Кингсупере, Кингсупер это же обычный продуктовый, там ничего из такого типа одежды там или ещё что-то нету, вот, а мне нужно сюда, я хочу попробовать, если получится здесь купить что-то, вот здесь Давид надо заходить, вот здесь, вот, ноу, туда нельзя, вот, и что-то получится, если разобраться с тем, что здесь продаётся, то было бы здорово, там прям в приложении ВИК заходишь, тебе показывают, что ты можешь купить и в каком магазине. Короче, мы решили зайти в Таргет, чтобы посмотреть там по этой ВИК программе, а там так сложно, потому что я не знаю ничего, как это всё там, короче, там надо потерять полдня. Давид, ну, можно не плакать, вот, и, короче, там надо потерять полдня, сейчас, если ехать в Вомарт, я, наверное, там тоже потеряю время, и, наверное, проще просто поехать в Кингсупер, там всё купить, реально это проще, чем это всё остальное. Короче, говорили, что в Америке нету слоёного теста, мне часто говорили, вот, вот это прям на картинке очень похоже на слоёное тесто, я хочу попробовать его купить и что-то с ним сделать. Слоёное оно будет, у меня не слоёное, потому что сколько раз я сама пыталась сделать, и получается. Короче, показываю, вот это тесто я купила за 4 доллара, я его показываю уже в этом, в Кингсупере когда была, вот, и сейчас я повторюсь, это действительно, действительно слоёное тесто. И я покажу, как я из него делаю пирожочек на один раз. Я уже такое видела в интернете, оно такое уже в рулончике, то есть это уже бумага, на которую можно печь. Вот. Я сейчас ножом порежу себе вот так вот кусочек такой, такой кусочек. Я уже просто делала такое один раз, сейчас для вас повторю, чтобы, может, кому-то будет интересно. Мне хватило на... Я уже два таких попробовала. Мне хватило на два. Вот. Я молиму с сахаром просто перемешала. Сейчас я добавлю сюда. Вот. Давидик, пожалуйста, можно мама скажет, и потом ты будешь говорить, ладно? Маленький сок. Маленький что? Маленький сок, маленький. Сок хочешь? Ну, немножко у меня тут потекло, но это вообще не принципиально. В общем, я вот так вилочкой. Вы можете просто поменьше начинки сделать, и будет нормально. Вот. Это просто торопяк. Немножко, конечно, похудилась. Потому что... Маленький сок, маленький сок. У меня есть такая вафельница, мне подарила подружка. Всё. И теперь до готовности. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Каждый месяц надо обязательно ходить и заниматься DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маникюр такой блестящий Это было наращивание Только единственное, кто хорошо смотрит, понимает, я очень плохо сделала кутикулу Но это потому, что у меня тупые эти ножницы Я куплю себе нормальные И в следующий раз, если буду обрезать кутикулу, я буду нормальные обрезать В общем, мы пришли на детскую площадку, на которую мы часто-часто ходим И здесь сейчас почему-то очень много бомжей развелось А летом... На какашку наступил? В новых тапках Он плачет, что он в новых тапочках на какашку наступил, да? Угу Какой чистоплотный мальчик Пойдём на площадку кататься Угу Пойдём Угу Да чё они чистые, смотри Чё ты переживаешь? Тапки Давид распереживался за свои новые тапки А он по земле прошёл такой, тапки новые В общем, мы пришли на ту площадку, на которой мы очень часто гуляем летом Вот Она для Давида больше всех подходит И она большая И она прикольная и удобная И мне за ним не надо бегать То есть я могу на лавочке сидеть Как бы И мы сюда довольно часто ходим И в общем зимой Ну, сейчас как бы зима, февраль И здесь очень много бомжей И они все сидят на этих крылечках Такие как беседки Вот И сейчас зима Хотя здесь очень часто ездит патрульная машина Ночью их, скорее всего, выгоняют Потому что есть часы работы парка Но днём они как бы законно имеют право тусоваться здесь Вот Я не знаю, с чем это связано Но это очень классная площадка, реально И меня особо не смущает И меня особо не смущает Меня особо не смущает наличие бомжей как бы в этом парке Но я к тому, что их летом почему-то я замечала, что их было меньше Не знаю почему Но сейчас их прям много И как они, что-то холодно Как они находятся здесь Ну, сейчас ещё днём тепло, а ночью-то холодно Я вообще не представляю Как они так живут Мога-мога Мога-мога